Сталин – интендант Гитлера. Так называется скандальная статья Льва Троцкого – самого непримиримого оппонента отца народов. Сталин был снабженцем гитлеровской Германии. Очевидно, что для российских граждан, а особенно патриотов, это какой-то секрет, который от них тщательно скрывают. А иначе как объяснить то, что почти половина современных жителей России с уважением относятся к Иосифу Сталину? По данным опросов Левада Центра, за 2023 год 47% россиян выказывают отцу народов полный респект. И как будто бы это не Сталин вместе с Гитлером оккупировали Польшу в 1939-м. И это не Сталин помогал Гитлеру ресурсами вплоть до начала так называемой Великой Отечественной. Из СССР в Германию шли эшелоны с сырьем и продовольствием в то время, когда Гитлер раскатывал бомбами Лондон и оккупировал одну страну Европы за другой. По нормальной здоровой логике это все нехорошая история. Но раз россияне массово уважают Сталина, значит они совсем не против того факта, что Гитлер и Сталин были союзниками. Ну то есть россияне сегодня получается как бы респектуют нацистам и фашистам. Ну разве не так? Но в то же время называют себя антифашистами. Этот странненький парадокс массового российского сознания, известный историк Тимати Снайдер, называет шизофашизмом. Это когда откровенные фашисты называют фашистами своих врагов. Но мы сегодня говорим несколько о другом. Так вот, самое интересное, что дружбу Сталина и Гитлера, а также культ личности отца народов были предсказаны Львом Троцким еще в начале 1930-х, когда Гитлер был еще молодым и респектабельным политиком, а Сталин еще только собирался начинать закручивать гайки. Мало того, Троцкий за несколько лет до нападения Германии на СССР почти точно предсказал дату этого события. Вся эта информация есть в публикациях Троцкого. Но как ему удавалось так точно предсказывать события? И что еще интересного, он писал о Сталине, Гитлере и их дружбе, а также о будущем России в своих, по современным меркам, скандальных статьях. Смотрите далее, будет интересно. А пока подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Патреон и Баймия Кофе. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, один из авторов Октябрьской революции в России и создатель Красной Армии Лев Троцкий 2 сентября 1939 года, на следующий день после начала Второй мировой войны, в Мексике написал скандальную статью о дружбе двух диктаторов под названием «Сталин – интендант Гитлера». В частности, он писал, «Германо-советский пакт является в полном смысле слова военным союзом, ибо служит целем наступательной империалистской войны». В прошлой войне Германия потерпела поражение, прежде всего вследствие недостатка сырья и продовольствия. В этой войне Гитлер уверенно рассчитывает на сырье СССР. Заключению политического пакта не случайно предшествовало заключение торгового договора. Москва далека от мысли денонсировать его. Наоборот, в своей вчерашней речи перед Верховным Советом Молотов сослался прежде всего на исключительные экономические выгоды дружбы с Гитлером. Соглашение о взаимном ненападении, то есть о пассивном отношении СССР к германской агрессии, дополняется таким образом договором об экономическом сотрудничестве в интересах агрессии. Пакт обеспечивает Гитлеру возможность пользоваться советским сырьем, подобно тому, как Италия в своем нападении на Абиссинию пользовалась советской нефтью. Военные эксперты Англии и Франции только на днях изучали в Москве карту Балтийского моря с точки зрения военных операций между СССР и Германией. А в это самое время германские и советские эксперты обсуждали меры обеспечения Балтийских морских путей для непрерывных торговых сношений во время войны. Оккупация Польши должна в дальнейшем обеспечить непосредственную территориальную связь с Советским Союзом и дальнейшее развитие экономических отношений. Такова суть пакта. В Майнкамф Гитлер говорит, что союз между двумя государствами, не имеющий своей целью вести войну, бессмыслен и бесплоден. Германо-советский пакт не бессмыслен и не бесплоден. Это военный союз со строгим разделением ролей. Гитлер ведет военные операции, Сталин выступает в качестве интенданта. Любопытная цитата. Так ли это было на самом деле? Прав ли Троцкий полностью или, может, частично? Обратимся к фактам. Гитлер 22 августа еще до подписания пакта Молотова-Риббентропа говорит, что русские сообщили, что они готовы заключить пакт. Таким образом, я выбил из рук западных господ их оружие. Он имел в виду, что блокада Германии не удалась. С сырьем у Рейха были сложности. У него было только семь важнейших видов сырья из 30, незаменимых для военной промышленности. Особенно сказывалось отсутствие источников никеля, олова, вольфрама, молибдена, хрома, бериллиа, платины и бокситов. Хром немцы закупали в Южной Африке и Турции, медь в британских доминионах, Африке, Чили и США, никель в Канаде и Норвегии, сурьму и вольфрам в Китае. Бокситы ввозили с Балкан и из голландских колоний в Индонезии. Германии пришлось импортировать больше 70% нефти и нефтепродуктов, причем основным ее источником была Северная и Южная Америки. Блокада разом отрезала рейх от большинства источников. Без советских поставок Германия осталась бы без продовольствия и сырья, такого как нефтепродукты, цветные и легирующие металлы, хлопок и лесоматериалы. С сентября 1939 по 22 июня 1941 СССР экспортировал в Германию 4 541 205 тонн товаров. Кроме этого по Транссибирской магистрали в Германию ехали грузы из Японии, Китая и Манджоуго. Наиболее ценными были каучук, медь, вольфрамовая руда и продовольствие. За 1940 и пять первых месяцев 1941 года в рейх попали 378 608 тонн грузов. Из Афганистана прибыли 2430 тонн хлопка, шерсти и сухофруктов. Такие же товары поступали из Ирана. С сентября 1939 до конца мая 1941 немцы получили продовольствие, кожу и другие товары общим весом 107 580 тонн. Суммарный вес германского импорта из СССР с востока транзитом через территорию Советского Союза достиг 5 миллионов 29 тысяч 823 тонн. Это 8 383 стандартных железнодорожных составов того времени. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Показательной была реакция германской стороны на задержку поставок нефтепродуктов СССР в ответ на невыполнение немцами военных заказов. Поскольку нефть была жизненно необходима, решили, что даже отгрузки для вермахта должны быть задержаны, чтобы обеспечить пунктуальные поставки в Россию. А в 1939 году Гитлер еще не захватил на Западе материальные ценности и запасы ископаемых. Не были захвачены норвежские и французские порты, хотя в ином случае затягивающаяся петля блокады должна была побудить немецких генералов к решительным действиям против Гитлера. Да, пакт с Германией давал СССР оборудование и передовые технологии, но их Сталин мог бы приобрести и в США. Ведь моральное эмбарго на поставки техники и стратегического сырья со стороны Америки случилось в ответ на помощь Рейху и нападение Красной Армии на Финляндию. Без пакта же действовал старый советско-немецкий договор о ненападении. В его рамках от Германии возможно было что-нибудь получить. Как видим, Троцкий оказался прав, но каким образом ему удавалось так точно описывать грядущие события, во многом их предсказывая? Проявилось это умение довольно рано. 1904 год. Не то что окончательной победы большевиков не видать, неудачная революция 1905-1907 годов и та только в перспективе. А Троцкий в брошюре «Наши политические задачи» пишет о том, как будет устроена власть, когда те все-таки победят. Аппарат партии замещает партию, Центральный комитет замещает аппарат и, наконец, диктатор замещает Центральный комитет. Отмотаем на четверть века вперед, в 1929 год, и увидим, что именно таким путем Сталин придет к вершине и выстроит свою непоколебимую партийную вертикаль власти. Не менее прозорливым Троцкий оказался и в вопросе о том, как будет выглядеть внешняя политика Германии. На дворе лето 1933 года. Бесноватый Адольф, пока в кавычках, лишь полгода, как стал рейхсканцлером. Да он никому и не кажется бесноватым. Напротив, Гитлер – респектабельный политик, пришедший к власти демократическим путем. Он произносит речи о разоружении, удивляя мир своим подчеркнутым пацифизмом. Но вот что пишет Троцкий. Заберение насчет того, что национал-социалисты отказываются от германизации, не означает, что они отказываются от завоеваний. Отказ от германизации означает принцип привилегированного положения германской расы в качестве касты господ в завоеванных землях. Они предпочитают истреблять завоеванные низшие народности, а не германизировать их. О знаменитом генеральном плане Ост, согласно которому евреев, поляков и русских предполагалось уничтожать миллионами, заселяя землю истинными арийцами, тогда не знал даже его идейный вдохновитель Генрих Гиммлер. Он дозреет до этого решения только в 1940 году. Как же Гитлер планирует всего этого достичь? В представлении Троцкого война развернется так. Германия разрешает свою программу мирового господства по этапам. При помощи Англии она вооружилась, несмотря на сопротивление Франции. При помощи Польши она изолировала Чехословакию. Оккупация Польши приходится на осень 1939-го. Дальше следуют Югославия, Румыния, Болгария, Франция, Бельгия. Наконец, осенью 1941-го Германия должна открыть наступление против Советского Союза. Здесь, конечно, есть несколько неувязок. Скажем, Румыния и Болгария выступили союзниками Третьего Рейха. Да и 22 июня – это не осень 1941-го. Но простите, за два года до нападения Германии на СССР предсказать его, ошибившись всего на пару месяцев, это нужно было обладать очень сильным аналитическим умом. И Троцкий, конечно же, был человеком недюжинных мыслительных способностей, о котором почему-то сегодня в России говорят мало. Россиянам больше по душе Сталин. Троцкого сегодня, если вспоминают, то как-то очень неопределенно. Революция, гражданская война, второй после Ленина, враг народа, троцкисты-вредители и финальный ледоруб в жаркой, почти сказочной Мексике. Между тем, Троцкий и его идейные последователи гораздо ближе, чем кажутся. Сравнительно недавно одним из самых перспективных геополитических партнеров России был лидер Венесуэлы Уго Чавес, скончавшийся в 2013-м. Тот самый, который заявлял «Я – троцкист, я выступаю за линию Троцкого, за перманентную революцию». Иногда присутствие Троцкого в современной жизни проявляется парадоксальным образом. Наверное, всем набили оскомину слова Путина о том, что распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го столетия. А теперь внимание! Цитируем фрагмент статьи Льва Троцкого «Сигнал тревоги» от 3 марта 1933-го. «Падение советской власти, в конце концов, оказалось бы только историческим эпизодом, но это был бы один из самых страшных эпизодов мировой истории. Пройдет без малого 6 десятилетий, и этот эпизод станет реальностью. А Путин перескажет мысль Троцкого в своей собственной манере». В общем, Лев Давидович предугадал многие ключевые события советской, российской и мировой истории с пугающей точностью. Впрочем, никакой мистики тут нет. Технологии анализа и прогноза Троцкий владел виртуозно. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры сделал DimaTorzok